Дональд Трамп на военной базе Фордам в Нью-Йорке подписал новый военный бюджет на 2019 год. Документ предполагает увеличение расходов на оборону до 717 миллиардов долларов, предполагает увеличение числа военнослужащих примерно на 16 тысяч человек, но предусматривает больше мер, направленных на сдерживание России, в том числе выделение средств на поставку летальных вооружений Украине. В числе антироссийских мер приостановка сотрудничества с Москвой в рамках договора по открытому небу, который предусматривает взаимные инспекционные полеты. В России подписание Трампом военного бюджета уже прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который назвал его доказательством, цитата, от беспочвенности, простите, позиционирования России как угрозы кого бы то ни было, будь то европейские страны или страны, находящиеся на североамериканском континенте. Цифры говорят сами за себя, конец цитаты. По просьбе Настоящего Времени Америка новый американский военный бюджет прокомментировал экс-помощник замминистра обороны США, а ныне старший эксперт Дину Патрицию Евразию Сентер Майкл Карпентер. В целом новый оборонный бюджет больше направлен на противодействие России и Китаю, нежели на противостояние терроризму и группам боевиков. Но это постепенное изменение. Тут нет ничего внезапного или драматического. Однако стоит упомянуть, например, вложение в строительство шести новых ледоколов, что явно предполагает большую способность соревноваться с Россией в Арктике, или инвестиции в истребители F-35 и дальние бомбардировщики, которые прибавят возможности для противостояния агрессии России или Китая. Что касается договора по открытому небу, в бюджете есть положение о том, что Пентагон не будет обновлять свой флот самолетов, задействованных в наблюдательных полетах по договору. В чем особенность нового военного бюджета в США и почему он вызывает острую реакцию в России? Мнение независимого военного эксперта Александра Кольцем. Реализуя положение ядерной доктрины, которая была озвучена весной этого года, Соединенные Штаты говорят о производстве ядерных боеприпасов малой мощности. Это серьезно, потому что фактически Соединенные Штаты решили, что Россия приняла на вооружение концепцию ограниченной ядерной войны. Весь опыт моделирования возможности ограниченной ядерной войны в 80-е годы, а такое моделирование проводилось как в Советском Союзе, так и в Соединенных Штатах, однозначно говорит, что никакой ограниченной ядерной войны быть не может, что она очень быстро перерастает в войну глобальную. И то, что Соединенные Штаты посчитали, что Россия придерживается концепции эскалации ради деэскалации, ограниченных ядерных ударов для того, чтобы заключить мир на своих условиях, в общем-то ведет нас в очень опасный мир, я бы сказал так. Продолжение следует...